Вечный огонь появился в парке Металлургов к 50-летию Великой Победы. С тех пор это стало традиционным местом в изложении цветов в преддверии 9 мая. Вот я, как участник войны, в этот день вспоминаю свой короткий боевой путь. Соминаю, кто за танком шел со мной рядом и дошел до Берлина. Но многие мои товарищи сложили головы на поля сражения. Помним всех, всех своих павших и чужих. Всю каждую семью коснулось, каждую семью. Так что мы благодарны, конечно, им, что мы живы до сих пор. В парке Металлургов собрались несколько десятков человек. Бук обок стоят те, кто своими глазами видел войну и те, кто знают о ней из рассказов и учебников. Для молодого поколения такие акции особенно важны. Соприкоснуться плечом с теми, кто пережил ужасы военного времени, услышать рассказы из первых уст. Именно такие встречи помогают школьникам почувствовать себя гражданами, сформировать активную позицию. В районе достаточно серьезно работают над патриотическим воспитанием молодежи. И это показывает вот те мероприятия, которые проводятся. Мы сегодня возлагаем здесь цветы и почтим память тех, кто, соответственно, сыграл большую роль в этой великой победе. Эти школьники уже хорошо понимают, почему ветераны не могут вспоминать о войне без слез и почему каждый год они приходят к вечному огню. Почтить память умершим родственникам, друзьям. Жалко людей, которые погибали за нас, за наше будущее в Великой Отечественной войне. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.